На неделе в селе Коротный едва не случилась трагедия. Молодая пара отравилась угарным газом в частном доме. Им повезло, концентрация газа не стала смертельной. В этот раз тихий убийца газ-ЦО пожалел своих жертв. Каждый год в Приднестровье регистрируют летальные случаи отравления газом. Оказывается, отравиться можно на промышленном производстве, стоя у оживленной автотрассы и даже при курении кальяна. Но это не наши случаи. Главных причин, из-за которых газом травятся в Приднестровье, всего три. И они хорошо известны. Неисправные или опасные приборы отопления, неосторожность при использовании природного газа, удушье в маленьких помещениях. Три причины отравления газом на основе реальных событий в сюжете Натальи Ткачук. Здесь была у нас колонка, вон еще место осталось. Почти год назад в этой квартире в Бендерах сняли газовую колонку. Вместо нее установили бойлер. Это сделали после того, как в доме чуть не случилось большой трагедии. Вот что рассказала хозяйка дома Екатерина Ильинична. Муж был без сознания. Екатерина Ильинична вызвала скорую помощь. Их обоих увезли в больницу. Уже позже женщина поймет, что произошло. Накануне Екатерина Ильинична вместе с супругом приехали с дачи. Включила газовую колонку, чтобы помыться. После того, как оба искупались, резко почувствовали себя плохо. Меня тошнило, и голова кружилась, и все. Угарный газ. Без цвета, без вкуса, без запаха. Почувствовать, как яд накапливается в квартире, невозможно. Не зря его называют «тихий убийца». Достаточно совсем небольшой концентрации окиси углерода в воздухе, и человек уже чувствует головную боль и удушье. В списке причин газовых отравлений на первом месте – неправильное использование газовых обогревателей воды и эксплуатация их с нарушениями. Отключенный вентилятор, опять же колонка без отводов продукта сгорания в дымоход, закрытые окна. С тех пор, как у нас все поменяли в основном на стеклопакеты, то есть из квартир превратили в термосы, и воздухообмен отсутствует в квартирах, поэтому как бы увеличивались случаи отравлений. Утром, когда встал, голова кружилась. Слободейский район, село Коротное. Парень рассказывает инспектору госпошнадзора о том, что случилось несколько дней назад. Молодая пара приехала в гости к родителям. Там и остались спать. В доме, который обогревается газовым котлом. Когда утром молодые люди встали, сразу почувствовали себя нехорошо. Кружилась голова и очень тошнило. Уже в больнице молодых людей обследовали, взяли анализы. Экспертиза еще не завершилась, но сотрудники газовой службы уже называют предварительную версию. Отравление угарным газом. При обследовании дома обнаружили, система вентиляции плохо работает. Нижний, видите, у него капает вода. Это конденсат. Труба должна все время поднимать. Горячий воздух у нас поднимается наверх. И чтобы у нас создала тяга, он должен высасывать воздух с помещения. Газовые котлы, бездомоходные колонки и другие газовые обогреватели. Это отопительное оборудование повышенной опасности. Но отравиться можно и при утечке природного газа. Он есть почти у всех. Подведем к обычной газовой плите. Отравление метаном. Номер два в списке газовых отравлений. Газ выключается сюда, а он в ту сторону повернул. Видите, влево. И газ шел. Ну, видимо, уже просто огня не было. Надежда из Бендер рассказывает, им просто повезло. Женщина в тот день встала очень рано, еще не было и шести. Спешила на работу. Зашла на кухню и почувствовала резкий запах. Потом выяснится. 15-летний внук неправильно закрыл газовую конфорку. Вот меня спасло то, что просто у меня были руки заняты. Это мне надо было вынести какие-то бумажки, выбросить все это. И я не смогла включить свет. Просто были заняты руки. Но когда я только выходила из комнаты, я почувствовала, что был сильный запах газа. И думаю, у кого-то, наверное, утечка. Даже не подумала, что это может быть у нас. Женщина среагировала быстро. Открыла окна во всей квартире, проветрила комнаты. Когда закружилась голова, выпила таблетку анальгина. И только позже, на работе, когда совсем стало плохо, вызвала скорую. 10 дней провела в больнице. Теперь каждый вечер перед сном проверяет плиту. А на стене повесила табличку. Обязательно проверь газ. Следующая, третья причина в списке отравлений газом. Несчастные случаи в закрытых помещениях или гаражные ЧП. Ежегодная статистика таких случаев пополняется. Люди включают машины для обогрева. Отработанный газ быстро заполняет гараж. Как результат, сильные отравления и даже летальные исходы. К этим случаям можно отнести трагедию в Бендерах. Год назад, после вечеринки с друзьями в гараже, там осталась ночевать девушка. Чтобы согреться, включила тепловентилятор и заснула. Проводку замкнула. Она начала тлеть от ядовитых паров. Девушка задохнулась. В мае прошлого года случайные люди спасли пару из задымленного гаража. Молодым людям просто повезло. Их могла убить свеча, которая спровоцировала возгорание. А это недавняя история. В терраспоре на Кировском на неделе загорелся заброшенный дом. Соседи говорят, в морозы здесь грелись люди без определенного места жительства. Из-за них и загорелся дом. Я побежала туда, увидела, что огонь внутри. Вызвали. Кричала дочке, она вызвала пожарников. И соседка еще там рядом тоже вызвала. Сотрудники Госпошнадзора установят. Мужчина пытался разжечь старую печь. И, скорее всего, из печи выпали угли. Загорелся пол, кровать. Затем сгорел весь дом. Мужчина задохнулся. Пожары – это самая частая причина гибели от газа. Но это, как говорится, отдельная история. Впереди еще месяц зимы. Печи, котлы, газколонки, колориферы, другие отопительные приборы работают постоянно в тысячах домов. Газовщики предупреждают. Ремонтировать приборы самим крайне опасно. При малейшей утечке и неисправности нужно обращаться к специалистам. Звонить в газовую службу по номеру 104. Осторожность, особенно с газом, никогда не бывает лишней. Наталья Ткачук, Андрей Обчинников, Владимир Поконя и Игорь Мацота. Отражение.